Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я, Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Паралимпийцы. Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана. Он преодолел вековые стереотипы по отношению к людям с физическими недостатками. Гутман в 1948 году, когда в Лондоне проходила Олимпиада, провел первые соревнования для колясочников и на практике доказал, что спорт создает для инвалидов условия для успешной жизни, восстанавливает психическое равновесие и укрепляет физическую силу. Согласны ли с этим утверждением англичанина самарские паралимпийцы? Мастеру спорта расскажут Татьяна Герлингер, руководитель спортивного сектора Кировского районного общества инвалидов городского круга Самара и Наталья Далекова, заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, бронзовый призер паралимпийских игр 2008 года в Пекине, Китай. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно нельзя замыкаться дома, нельзя большое внимание уделять своим проблемам. А когда начинаешь активный образ жизни, заниматься тем более любимым делом, спортом, который укрепляет действительно здоровье, организует человека, я согласна. Каждый человек, он должен быть развит всесторонне, то есть и спортивно также, и как бы личность должна быть развита. А то, что занимаются спортом инвалиды, это даже выше всего то, что они сами себя перебарывают, перебарывают свои болезни, заболевания, то есть они не обращают на это внимания. Ну, спортсмены, в спортивной сфере как бы нет такого понятия, ты инвалид, ты не инвалид. Есть понятие как бы паралимпийц, но это тоже спортсмены. Я еще училась в школе, когда я захотела пойти в спортивную секцию тэквондо. Я у мамы спросила, говорю, мама, можно я пойду заниматься? Ну, сходи, посмотри, как... Я сходила, посмотрела, начала заниматься тэквондо, но меня на соревнования не пустили из-за того, что как бы не было паралимпийского тэквондо. Сейчас оно, понятно, уже есть, но сейчас уже возраст не тот. Также я занималась в школе еще дзюдо, и вот после окончания школы я как бы закончила со спортом, начала учиться. Училась тогда на оператора ВМ по компьютеру. И в конце моей учебы в 2003 году я начала заниматься как бы настольным теннисом тоже для инвалидов, ходила в клуб «Факел». И мне там предложили, говорят, вот, Наташа, так и так, вот попробуй сходить, ну, пострелять. Там как раз стреляют люди с ограниченными возможностями. Я пришла, посмотрела, постреляла, мне понравилось, и вот уже 13 лет я в этом спорте. Мне понравилось стрелять. Я до сих пор, у меня тренер, ну, как бы у нас тренировки происходят, первоначально как? Мы приходим на тренировку, сначала идет у нас разминка, потом в холостую мы стоим, то есть без пульки, без патрона. Мне это не нравилось. Мне до сих пор как бы это не нравится. Мне нравится только стрелять. У нас чаще всего вот все-таки спортсмены универсалы. У нас многие, вот как Наташа Валаева, Наташа Далекова, у нас вот они, допустим, Атаманов Алексей. Они участвуют во всех спартакиадах и в международных соревнованиях по пулевой стрельбе. И плюс еще они и на соревнованиях закрывают по нескольку видов. Это и настольный теннис, и шашки, и дартс, и плавание она может закрыть. Вот Наташа Валаева, она, я считаю, и стреляет очень хорошо, она еще и спортсменка по стрельбе. И плюс на спартакиадах также она принимает участие во всех видах. И очень часто она бывает в призерах по всем этим видам. Расскажите, как вам удается тогда и стрелять профессионально, и плюс еще участвовать для, так скажем, зачетов для своей команды, выступать в других соревнованиях? Ну, во-первых, районные и областные соревнования для меня, они играют как бы тоже главную роль, потому что мы все общаемся, мы все вместе. То есть целый год не видимся, а тут как бы такое событие, то есть соревнование, и мы вот встречаемся вместе. Ну, я выступаю на этих соревнованиях как бы в легкой атлетике, там метание ядра, такое вот все, прыжки в длину. Также стрельбой, теннисом. Ну, для вас, я так понял, это больше праздник, да? Для меня, да, праздник, то есть увидеться со всеми спортсменами, когда целый год не видишься. Ваше участие в Олимпиаде, как вы к этому шли, какие соревнования выигрывали, проигрывали, и как вообще для вас прошла Олимпиада, как удалось выиграть бронзовую медаль? Ну, у нас паралимпийские игры. Да. Вот, но на тот момент я занималась четыре года всего лишь стрельбой, а в сборную попала, наверное, спустя два года, как я начала заниматься. Ну, я даже не знала, что смогу попасть в сборную. Поехали на соревнования, вот, выиграла призовое место, меня включили. А какие соревнования были? Международные соревнования за границей. А Европа, мир, что было вообще? Какой-то гранд-кран? Кажется, Европа была. Вот, меня уже включили в паралимпийскую сборную, поехали на паралимпийские игры в Пекин. Как раз я поехала, если честно, кандидатом в мастера спорта. Я не знала то, что оттуда я вернусь уже с заслуженным мастером спорта. Мы иногда с тренером, бывает, смеемся, то, что перескочила сразу. Ни мастера не было, ни международника. Вот, я поехала, во-первых, не за медалью, я поехала посмотреть, как выступают люди, вообще атмосфера вот этого всего. Я была удивлена, когда я увидела, что очень много инвалидов, спортсменов, разных заболеваниями, с разными, очень тяжелые даже люди бывают. И они вот стремятся, стремятся участвовать, стремятся побеждать, завоевать медали. Вот в моей стрельбе у нас основная стрельба происходит 40 выстрелов, основная стрельба. И потом уже 8 человек выходят в финал и стреляют по 10 выстрелов. На тот момент было по 10 выстрелов. Вот, я выходила перед финалом, вышла в финал 5-е. Я даже не рассчитывала, что я стану в призах, буду 3-й. И после окончания моей стрельбы, там объявляют, что далеко в Наталье, 3-е место, бронза. Я, честно, сначала не поверила, думаю, как, да не может такого быть, да все-таки вот, ну как, так быстро, даже 2 человека, как, перестрелять, так, нереально. Вот, и потом уже я встала, посмотрела на плакат, там видно то, что, да, 3-е место у меня. Ну все, тут, конечно, тут радость. Просто я даже не знала, что делать, что говорить. И когда уже я стояла на пьедестале, там, китайский гимн играл, но когда я увидела третий флаг наш, у меня слезы, прям слезы. Ну, наверное, еще месяца 2 я не понимала точно, что я стала призером Паралимпийских игр, да. Да, вот. Была, конечно, тяжелая работа сделана, проведена. Это спасибо огромное тренерам нашим всем, спасибо также ШВСМ номер 5, что нас всегда поддерживаем, Ильину Павловичу. Паралимпийские игры нас, так скажем, туда не пустили? Да. Вы готовиться будете к следующим? Или уже по факту, если точно нас допускают, вы будете уже готовиться? Или не зависит от этого? Будут нас приглашать, не будут приглашать, все равно будете держать марку? Ну, мы сейчас готовимся после альтернативных, всероссийских Паралимпийских игр в Москве, которые проходили. Нам дали маленький отдых, отдохнули. Все, сейчас опять начинаем тренироваться за работу. Надеемся, что Международный Паралимпийский комитет все-таки нас пропустит. Вот, и на следующий год мы поедем на международные соревнования, завоевывать лицензии в Токио на 2020 год. Это был Паралимпийский спорт на телеканале Самары ГИС в программе Мастер спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8. Или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова